Доброго времени суток, мои дорогие подписчики, мои многоуважаемые, мои любимые. Я по вам каждый день скучаю. Ну и хотела с вами поделиться рецептом картошечки в духовке с брокколи, с шампиньонами и с фаршем. Все, что у нас нашлось в холодильнике, мы все это уже помыли, покрошили, почистили. И сейчас будем картошечку тоненько нарезать, тоненько, прям тоненько, пластиками. Грибочки я уже нарезала, помыла. Морковочку я люблю, знаете, такими толстенькими полосочками нарезать. Я эту морковку также делаю. И вы уже видели несколько раз с баклажанчиками я также морковочку нарезаю, делаю. Морковку у нас любят все, кроме Максима. Что хотела сказать, что картошка с брокколи и с грибами – это шикарный гарнир из самых обычных продуктов. Все эти ингредиенты в духовке получаются очень вкусными, благодаря идеальному сочетанию всех компонентов. Это блюдо можно подать на семейный обед или ужин в качестве самостоятельного блюда. Или дополнить их мясом, курицей, свинины. Ну а мы с вами дополним фаршем. Фарш я уже заранее пережарила с луком, со специями. Ничего больше не добавляла, ни томатной пасты, ни всяких там сухих заправок, ни муки, ничего. Просто пережарила фарш. И вот сейчас мы с вами наверх этот фаршик и положим. Сверху я еще лучок покрошила. Ну короче, все, что нашла в холодильнике от Ксении. Ксения у нас сейчас села на диету и ест вот такие продукты. И грибочки, и брокколи. И вот всего по чуть-чуть и получился целый большой противень. Все это я еще хорошо перемешала и поставила на 10 минут, чтобы маленько-маленько в духовке чуть-чуть прихватило все мои продукты. А потом я еще сделаю обязательно заправку. И сверху мы это все-все хорошо польем. Я еще, мои хорошие, накрыла это все фольгой, чтобы фарш сильно не прихватился и не зажарился, не высушился. Потому что бывает такое, что фарш, он же у меня уже готовый, и поэтому он может вперед схватиться, чем мои овощи. Все, наводим порядочек, все протираем, закрываем фольгой и в духовочку. Ну а нам для заправки, для заливки или подливки, как это назвать, не знаю, понадобится баночка сливок, одно яйцо, зелень у меня есть замороженная всегда в морозилочке. Все это хорошо перемешиваем, взбиваем до однородной массы. Добавляем приправки, какие вы любите, не смотрите на мои. Мы любим карри. Я добавила, немножко чесночка добавила, сухого, для запаха. Все это полила минут через 10 сверху своей запеканочки и еще оставила минут на 15, на 20 запекаться. Забыла вам сказать, что я еще добавила и сырок тертый. Но теперь уже точно получится вкусно. Ну что, прошло 25 минут и вот такую красавицу запеканку я достала с духовки. Запах стоит обалденный. Ребятишки только успевали шнырять ко мне на кухню и спрашивать, «Мама, ну что же у тебя там такое вкусное под фольгой?» А под фольгой-то не видно было. Ну что, мои хорошие, каждый у нас сегодня самообслуживание. Каждый накладывает себе столько, сколько хочет. Своя рука владыка. Я снимаю пробу первая. Поливаю это все подливочкой. До того вкусный запах, до того подливка такая вкусная. Еще бы она была невкусная. Столько здесь всего. И иду ужинать. Вот такая красота получилась. Пробуйте, экспериментируйте. И у вас обязательно все получится. Ну что, мои хорошие, сегодня Артем к нам не приехал. Артем приедет завтра. Он, оказывается, забыл, что у него сегодня фаер-таг, да, праздник летний на работе. И они все, уже давным-давно у них откуплен был какое-то заведение. И они все пошли справлять летний праздник. Вот. Сказал мама, завтра буду обязательно как штык. Так что мы будем ждать завтра. А сегодня мы пошли ужинать. Каждый себе по тарелочке наложил, в комнатку ушел. И каждый ужинает кто что. Ну а я вот такую запеканочку. Маркушка и Ксения тоже наложили. Константин носом повел. Сказал, что-то ему не понравилось. Фарш. Что, говорит, с фаршем, что ли? Я говорю, а что, привык с миском? Миско вчера было. Вчера делали вон какую вкусную мы супец мяса. Прямо... Где, говорит, мы такое мясо купили? Оно прямо не жуя проглатывалось. Такое вкусное было мясо. Ну вот, где мы его купили, теперь надо вспомнить. Где мы его купили, там его уже нету. Поэтому с миском, конечно, легче живется. Ну и с фаршиком сойдет. Все, мои хорошие. Всем прекрасных выходных. Всем пока-пока. И не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok